Трём подписчикам и гостям, я Джетли, и меня просили снять видео, в котором я объясняю, откуда у меня 13 сотрясений. Но раз попросили, я сниму. Чтобы не откладывать на потом, я скажу сейчас. 15 февраля я хочу провести стрим по одной из моих самых любимых игр. И я думаю, я начну проводить его где-то часа в 4-5, скорее всего, даже ближе к 5. Вот, и если у вас есть желание посмотреть, как я играю, скорее всего, это будет очень скучно, потому что я ни разу не стримила, и мне немножко даже страшно это делать. Будьте в это время на канале, либо нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение. Ну и давайте начнём, пожалуй, с первого сотрясения, так сказать, с самого начала, и эта история называется «Почему я не люблю клубы». У моих родителей есть домик в деревне. Типичная деревня находится под Рязанью, и в этой деревне есть село и пара улиц под горой, там, на самом деле, очень красиво, там, божественно. И в этом селе есть два магазина и сельский клуб. И вот лет 8 я как-то захотела туда сходить, потому что там не было взрослых ребят, ну, то есть люди моего возраста там, ну, чуть постарше года на два и помладше. Все эти люди, они как бы ходили в этот клуб. И как бы он работал, по-моему, до 11 часов, до 11, там, где-то до 12. Вот, и была у меня подруга Таня, и она туда постоянно ходила. Ну, вот как раз в этот раз, когда я решила пойти туда, в общем, там произошла такая небольшая драка, то есть, ну, шесть человек против меня. Господи. А все из-за того, что я не хотела танцевать, то есть я пришла просто посмотреть, что там происходит. То есть просто посмотреть. Это сельский клуб. Мне 7 или 8 лет. Мои моральные устои тогда не позволяли мне ни с кем-то, как это сейчас называется, встречаться, ни пить, ни курить, и, в общем, матом не ругаться. Меня родители отпустили только с условием того, что я как бы пойду с этой девочкой, и эта девочка меня приведет домой. И, в общем, что случилось? Я хотела уйти, мне эта девочка говорит, что, типа, нет, я тебя никуда не пущу, потому что мне настучат поговорить мои родители, мои родители, и бла-бла-бла все дела. Она и еще какие-то ребята, которые там танцевались, они пытались застать меня танцевать, а я не хотела. И, в общем, они решили меня за это побить. А в результате полночи я от них бегала. Поняла, что вообще никто, кто мне встречался на улице, мне не поможет. Даже слово им не скажут. Меня поймали, пытались потащить обратно в клуб. Я раздоровалась себе полностью ногу. Потом они как-то решили не тащить меня в клуб, а просто обступили кольцом и начали... Вот, тогда у меня было первое сотрясение. Потом в классе в третьем, когда мы с классом шли на обед, ну, то есть строились с парами и шли в столовую. Мы построились с каким-то мальчиком, в общем, он меня толкнул, а его друг сзади подставил подножку. Я упала так, что я сломала руку и головой как-то об кафель удавилась. Ну, что, пол был кафель. После этих двух сотрясений меня в врачу водили. Ну, то есть меня водили только наложить шину на руку, чтобы она срасталась нормально. Потом я три месяца проходила в гипсе, и на мои жалобы, что у меня крошится голова, всем было глубоко наплевать, ну, то есть вообще наплевать. В классе в пятом, когда у меня начали играть гормоны, ну, то есть начиналась такая агрессия. И, ну, блин, ну знаете, такие агрошкольники, вот я была типичным агрошкольником, да. А, в общем, я прикапывалась к старшекласснице, к восьмикласснице, которые встречались с какими-то парнями, и я вот так вот ходила за ними такая «Целуйтесь!». В общем, их это достало, и они меня после обеда... Странно, блин, всё время что-то связано с едой. И они меня после обеда, в общем, подкараулили около столов. И тоже, короче, у нас состоялась, так сказать, драка, где меня приложили с разбегу головой об стену. Перед глазами всё сразу потемнело, померкло, какие-то такие яркие вспышки начали появляться. Вот, но тогда уже там вызывали милицию, скорую, в общем, ставили нас всех на учёт. Твёртое сотрясение я получила, когда в классе уже в восьмом или в седьмом... А, в седьмом классе, точка, когда на меня после школы, когда я ждала урока по жилописи, то есть у нас там был перерыв, по-моему, 40 минут после последнего урока и вот этой вот студии художественной. Пока я, короче, во дворе ждала вот это время, на меня начали агриться дети, которые гуляли на продлёнке с воспитателями, и с учителями, в общем. Вот, и, короче, меня это достало, давно они ходили за мной, обзывались. И, в общем, меня это достало, и я, короче, одного шапку взяла вот так, сняла с головы и повесила на веточку. Ну, чуть повыше, чем он, но, как бы, я доставала, он мне... Вот, и тут у меня сзади прилетает доской. Где они её взяли? Вопрос. Ну, в общем, доска в дребезге, я так медленно поворачиваюсь на них, они понимают, что сейчас будет что-то феерическое, и убегают. Но мне, как бы, было нерезонно, они не... Бежать зачем? Ну, это было... Это было довольно забавно. Просто не в плане того, что забавно было всё это делать, а ситуация со стороны кажется несколько комичной. Ну, это, по крайней мере, для меня сейчас. А тогда это комично, но... Не сказала бы, что выглядело. Ещё я забыла про одно сотрясение, которое... Я получила летом, по-моему, в году 2007-го, когда я была, так сказать, последователем скультуры ботов. И у меня ребята, короче, те же, которые на даче меня, скажем так, побили, когда мне было лет 8, короче, заполили вечером на кладбище. На кладбище я была, потому что у меня там родственники похоронены. Мне было очень грустно осознавать, что они умерли. Потому что когда теряешь человека, который тебе приезжает в кладбище, он всегда печально. А как ты хоть сможешь, грубо говоря, поговорить с ним? Потому что тогда он может... Просто не обещаешь, как делает. Ну, в общем, не будем об этом, ладно? Ну, вот. Ну, короче говоря, в ту ночь мне голову разбили кирпич. Уже 5-е и 6-е сотрясения получались. Я просто какое-то из своих сотрясений не помню. Совсем не помню. В общем, большинство сотрясений я получала чисто из-за своей дурости и из-за того, что вязала в драке. Не знаю, чем. Хотелось. Также, по-моему, то ли 7-е, то ли 8-е сотрясение было получено мной, когда я встречалась со своим первым парнем. Я была в него просто безумно влюблена. Но у меня ехала крыша, потому что я тогда еще болела анорексией. И у меня начинались глюки, и у меня начиналась шизофрения, которую потом не подавили, но пытались пролечить. Это немножко уже другая история. И в порыве ревности он как-то раз взял меня так и приложил голову и стену. Также, фактически, таким же образом я получала сотрясение от своего брата, потому что до того, как я съехала, мы были с ним совершенно не в ладах. То есть, фактически каждый день, если я попадалась мне на глаза, и он был в плохом настроении, я летала по кухне, по коридору. Это было очень страшно, очень больно. По-моему, 2 или 3 сотрясения были как раз из-за брата. 9-й, 10-й. 11-е сотрясение я получила опять в школе на уроке английского языка. Учитель вышел, мы с одноклассницей дурачились, и, короче говоря, я приложилась фактически в песочную зону по углу стола, и вот стало резко всё темнеть. Но я понимала, что я ещё не отключилась. Опять же, вызвали скорую, и опять же, я каталась. Я вообще очень часто по больницам каталась всю свою жизнь, так что, наверное, не есть хорошо. 12-е сотрясение мной было получено, когда я просто перепрыгивала через бордюр, и мне резко позвонила бабушка. Я зацепилась на какой-то бордюр, и я так... И я упала. Победитель по жизни просто. И 13-е сотрясение, последнее, я получила в 2014 году, когда меня сбила машина. Но вместе с сотрясением я получила как бы множественные удары, смещение шейных позвонков и атрофию шейных мышц. У меня где-то в АПК валяется фотка, где я в таком модном стильном ошейнике. Мне потом, по-моему, месяц, в общем, выписали больничные, лечили меня вот от всего вот этого, и поставили как раз-таки тогда ретроградную музею, потому что мне пришлось вспоминать некоторых людей по-новой, мне пришлось вспоминать имена учителей, где эти учителя находятся, что они преподают. Короче, вот фактически всю информацию за последние 2 или 3 года. И это, честно говоря, было совсем не весело и не круто, я бы даже сказала, странно. Потому что большую часть вещей мне рассказывали посторонние люди. Ну, это пролечивалось, пролечивалось. И сейчас моя ретроградная музея тормознулась на том этапе, что я не помню просто последние 2 недели. Я даже подумаю, может, стоит ввести видео-дневник, ну, чтобы лучше помнить. Но, как бы, последние 2 недели я не помню, но пройдут еще 2 недели, и я эти 2 недели вспомню. И фактически вспомню по часам, что, в принципе, я помню всю свою жизнь с самого рождения. Очень многие моменты у меня засели в памяти. С того времени я, конечно, не назовусь, вот минутам, по часам, да как это бывают вообще гениальные люди. Но я помню очень многое, потому что, ну, потому что просто помню. Я не знаю, вряд ли вам это видео было полезно, но если вам оно понравилось, вы можете поставить лайк, если нет, то дизлайк. Вы можете оставить комментарий, можете какие-нибудь вопросы позадавать. Я, может быть, тоже сделаю какую-нибудь рубрику, в которой буду в развернутом виде объяснять некоторые вещи. Также я прошу вас открыть описание, потому что в описании я обычно пишу дополнительную информацию, и в большинстве о своем то, что я не рассказала в видео. То есть я записываю видео без сценария, и поэтому иногда забываю некоторые части. За сценарий мне еще слабнее писать. Извините. Простите. Всем спасибо за просмотр, за внимание, которое вы уделили мне. Пусть вам сопутствует удача. Продолжение следует...